И всем привет ребят, с вами Стройка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас самый неожиданный измененный баланс в среду, если у нас предыдущие все балансы в большинстве своем менялись именно в пятницу, то сегодня уже среда и уже есть у нас большие изменения в балансе вооружений, ну и даже дронов. Сегодня вместе с вами мы приступаем к обзору этих всех замечательных сочетаний вооружений, которые изменились и начнем мы все это дело конечно же с моего самого любимого грома на вакуумку, который занерфили, у которого урон теперь будет в 20% меньше наноситься, чем это было вчера, но при этом его сплэш урон становится чуть лучше, Но если учитывать тот факт, что у нас урон в принципе весь нерфится, то даже сплэш урон у нас тоже становится меньше. Ну а если вам нравятся подобного рода видосы, если вы хотите, чтобы по всем тем изменениям, по всем пушкам, которые у нас были, по всем дронам, которые поменялись, в ближайшее время уже вышли видосы, то обязательно поддержите данный видос лайком. Именно так я пойму, что это вам интересно и вы хотите как можно быстрее увидеть, возможно даже сегодня еще один обзорчик увидеть. Поддержите видос лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 1 миллион кристаллов, на 30 тысяч танкоинов по моему личному тегу, Которую можно найти в настройках игры, в аккаунтике, вот сюда заходите, здесь снизу, текте в бэшечку, бам, устанавливаете, дальше оформляете покупочку в магазинчике, ну и спускаетесь уже в описание, заполняете форму и участвуете. Ну а мы отправляемся в бой, я вооружение вчера так и не менял, я на нем поиграл в матчмейкинге, дабы прочувствовать весь тот кайф, который дает это замечательное сочетание. Ну а теперь запикаемся матчмейкинг на новом обновленном громе и посмотрим, как он себя проявит, посмотрим, насколько это будет жестко или не жестко, да, реально ли будет с этим громом сейчас набрать хорошее количество очков, Либо же этот гром уже летит в мусорку и больше я его использовать не буду, как грустно, конечно, произносить эти слова, Потому что это, ну, наверное, на сегодняшний день и вообще на протяжении длительного периода времени с момента выхода грома на вакуумку был мой самый любимый гром, Но меня закидывает, ну, наверное, не на самую удачную карту, где можно реализовать вакуумку. Ну, давайте попробуем, попробуем поездить вперед, в принципе, здесь грома и на дальность можно было бы реализовать. Но у нас грома, как говорится, на дальность тут нету, поэтому будем въезжать в противника. Будем стараться накидывать по нему как можно больше урончикса. Ну, и надеяться, либо нам лучше все-таки взять и перепикнуть эту катку, я вот даже не знаю, может, даже лучше нам и перепикнуть эту катку, Что все-таки бойня, ну, наверное, на сегодняшний день одна из самых тяжелых таких карт для реализации именно вакуумки. По 1000 урона у нас летит с обычного выстрела грома по резисту. Ну, вчера это было где-то около 1300, так, ну, и с крита там полторушка вкусная залетает. Так, овердрайв я забираю, отлично, можно будет попробовать прожать. Ну, давайте попробуем, давайте попробуем, конечно, на бойне тяжело будет что-то противопоставить с громом, И потом можно, конечно, получить порцию какого-то хейта, что я опять не перепикнул катку. Попробую. Так, 1800 у нас урона залетает. Так, еще дополнительно 2000 с флэшом. Ага, хорошо, 500, а как это я его не слил? Если у него в сумме 3000 точно залетело. Так, ну и здесь противник начинает уже агрессивно выпушивать меня. Ладно, не хочу. Не хочу, не хочу. Давайте лучше на нормальную карту запикаемся, потому что сейчас этой бойне у меня просто в моменте сгорит. И ни к чему хорошему эта карта меня не приведет, поэтому давайте лучше запикаемся. На какую-нибудь карту, где хоть от стеночек можно играть. А то тут какая-то душнилова происходит. И есть ощущение, что это вообще полная габельная. Так, ух, хорошо, если честно. Хорошо. Меня закидывает на Джаггернаута. И закидывает на, как раз таки, замечательную карту серпухов. Вот на серпухове, где-где, а на серпухове есть возможность реализации этого замечательного агромана. Ну, блин, ну я только что по 1400 стены наносил. Ну, это же очень мало. Это же мега мало. Это мега маленький урон. 900 урона в тычку. 900 урона в тычку. Фулл сводка. По молодому. И я сам себя сливаю. А что мне порезан? Скорпион. Скорпион. А, ну ладно, давайте пока меня отнимаю. Посмотрим, если что поменяем. Если что, поменяем. Такс, 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 такс. Джаггернаут у нас где-то в тылу. Ага. Ну, пробуем выпушить. Пробуем выпушить. Пробуем надамажить Джаггернаута. Он, скорее всего, на суперлоу стоит. Скорее всего, на суперлоу стоит. Попробуем. Не попробуем. Маш, там мне уже не идёт ничего. Два очка. Два раза себя уничтожил. И даже здесь у меня уже начинаются какие-то проблемы. По 1000 урона даёт в голову этот гром. Но, казалось бы, 20%. Кажется, ничего такого сверх жёсткого не может быть. Но... Я уже чувствую проблемы. 2000 с крита, когда было вчера 3000. Вчера было 3000 с такого крита. Сейчас два косаря вылетело. Почему два? Здесь и должно было быть 2400. И ваншотиться от стенки танки, которые вчера ваншотились. Все эти лёгкие танки на ваншот падали. Да. Что-то как-то я уже, если честно, очень сильно начинаю расстраиваться. Начинаю расстраиваться. Начинаю понимать, что похоже дело. Похоже дело. Плохи. Дела очень сильно плохи. Очень сильно плохо всё это дело выглядит. Так, овердрайв падает на центре. Прямыми тычками по 1000 наношу. Так, и у нас джаггер в центре. Попытаемся сейчас покидать урона. От стеночки. Вот там три танка как раз вместе. Пробуем. Ну, прямыми выстрелами теперь вообще вакуумка супер слабая. Да, то есть теперь надо исключительно искать сплэш урон. Да, и играть именно сплэшом. Без сплэша. Ну, хотя вот, крит. Кстати, залетает 3000. Подождите, подождите. Подождите, с критом что ли всё в порядке? Трёшка может залететь. Если трёшка может залететь с крита до сих пор, то это уже, ну, не так плохо. Это уже не так плохо. Так, меня уже очень жёстко контрит тип. Сулечку там заряжает. Ой-ой-ой, восьмёрочку добавочку. Ох, наш тиммейт жёсткий. Жёсткий тиммейт, жёсткий. Очень жёстко. Сейчас обработал джаггернаута. Тасулечка плюс сверху восьмёрочка на сводочку. Вот это по-нашему было сейчас в его исполнении. Так, ну, а я прожимаю овердрайвик на бабки. Такое вот на бабло летит. Вкуснятина. Вкуснятина на подпушинг. Так, и теперь накидка по джаггер. Не, по 300 летит. Хорошо. Это значит, что крит не занерплен от слова совсем никак. Да, с вакуумки. Но сплэш... Ой, сплэш. Обычные тычки, да. Чувствуется, чувствуется, что урон, конечно, стал... Значительно меньше того урона... Значительно меньше того урона, который был у нас раньше. Джаггернаут лоу остаётся. Можно попробовать его добить, если его никто не будет лечить. По идее, там не так много хп у него осталось. Так, пробуем выпушить джаггернаута. Ага, отлично. Вкусная троечка. И нам этой троечки хватает. С крита, как вы видите, залетает всё так же хорошая тычка. Да? С крита ничего у нас абсолютно не поменялось. Поменялся урон прямой. И поменялся урон даже сплэшовый, да. То есть сплэшовый тоже стал хуже. Мы знаем, как наш тип агрессивно стоит. Викинга молот. Только что сейчас тоже прожимал овердрайв. И видно, что у него уже тоже молот не летит так быстро, как летел до этого. Так, по тысяче урона. Под стенку. Бомбочка новая, обновлённая тоже. Интересно сейчас будет посмотреть, как работает. Так, двушку накинул. И чуть-чуть по викингу. Хорошо. 900 сплэшов. Ну, мало как-то. Ну, как будто, как будто я не знаю. Как будто не 20% занерфили, а как будто больше занерфили. У меня есть вот такое ощущение, если честно. То есть в моменте как-то кажется, что урона крайне мало. Крайне мало урона летит. Может быть, конечно, мне это так сильно кажется. Может, не кажется. Но когда я сплэшовым по 2000 даю. Это если ещё и без резиста и тощика было. Так, минка кританула, но она слабо. Кританула, но она слабо. Так, ещё. Не ваншотятся лёгкие танки. Теперь прямым попаданием. Это тоже один из бонусов, которые были раньше. Да. Сейчас, вы видите, этого бонуса уже нету. Потому что танк не ваншотится. Ну и... Урончик, конечно... Ну, не шибко большой. Попробуем. Видите, сейчас ещё одного джиггернаута. Тикать будет он, не будет? Мне бы по-хорошему. Прямо с водяночку было. Вот такой давайте контента выдаю. Видит ли он шар? Сейчас узнаем. Да, видит. К сожалению, видит. К сожалению, видит шар. Так, ну ладно. 22 килла. 8,5 минут до конца. Ну, попробуем. Попробуем выйти на 1000. По идее, здесь на 1000 выйти можно. Но, если... Если, конечно, у нас это получится. Ой, припал вниз. Попробуем. Попробуем сейчас в пуш сыграть. Так, здесь у нас тоже Крусейдер какие-то против. Прямые выстрелы стали актуальны до сегодняшнего дня на вакуумке. Да, за счет именно повышенных критов. Но уже сегодня эти прямые выстрелы стали, конечно, не такими приятными, какими они были раньше. Но посмотрим, посмотрим, посмотрим. Дистанция все покажет. Покажет всю силу или не силу вакуумки. Но, в любом случае, 20% нерфа уже заставляют задуматься меня о том, а есть ли устройства какие-нибудь больше интересные на вакуумку. Я думаю, что в ближайшее время мы начнем поиск интересных устройств на грома. Потому что, ну, на грома их, в принципе, очень много. Всяких разных устройств. Да, поэтому в теории, я думаю, что есть шанс у нас найти что-то жесткое. Что-то жесткое, что-то интересное на эту пушку. 25 киллов, практически 500 очков у меня. Вообще, вот в таких картах, что на бойню, что вот на этой карте, я мог спокойно брать грома на вакуум... О, на грома на дальность, да, вместо грома вакуумки. И тянуть дистанцию. Просто тянуть дистанцию и стараться сливать оппонента сдалека. Да, и в теории бы это могло все получиться у меня. Да, с реализацией. Так, ну попробуем, давайте. Чуть-чуть-чуть откатываем, чтобы меня тут не слили. Так, и наш тиммейт, кстати, Джаггернауту слили. Жестко. Жестко, жестко. Очень сильно. Хорошо. Так, 1300 по вот этому молодому. По Джаггеру 2 с половой. 2 с половой по Джаггернауту. Пройти еще. Хорошо, что у меня рез от страйкера, кстати, стоит. То есть страйкер с восьмеркой особо ничего не может сделать. Потому что он, конечно, пушит это, конечно, сильно. Но особо большого урона он мне не наносит. Так, 6 минут до конца. Мне 90% овердрайва. Подает оверка на центре. Надо ли мне она? Скорее нет, чем да. Поэтому, в принципе, особо на нее акцент не делаем. Джаггернаут стоит в открытый под меня. 3-100 залетает, как и раньше. Все четко. Не радует, что криты не понерфили хотя бы. Хотя бы крит урон не понерфили. Так, по 3. По 3 летит. Ой, хорошо. Четверочка. Еще вкусно на добавочку. Четко. Четко, 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 четко. Так, попробуем сейчас еще одного Джаггернаута зареспить. Может быть получится. Так, по 1000 на добавку. По 1000 на добавку. Так, и вот так вот. Давайте вот так вот. Делаем вот такую грязючку. Такую. Оп. Вкуснятину. Оп, добавку. Оп, хорошо. Еще трешечку с крита прямым выстрелом. Хорошо. Шикарно. Просто шикарно. Так. 900. 900. Хорошо. Пробуем покидать. По 4. По 4. У нее, кстати, все четко. Да все отлично. Да все бомбочка, ребяточки. Бомбочка. Есть контактичек по безрезику. По резисту, короче. Теперь стало только сложнее играть. Если играть по безрезу, в принципе, я бы сказал, я бы сказал, что особо никак ситуация не поменялась. Вообще, абсолютно. И поэтому, наверное, на мой взгляд, если супер большое количество резистов на грома, да, то стоит просто поменять вакуумку. Да, если же у противника не такое большое количество резистов от этой пушки, то в принципе, в теории, можно ее юзать и спокойно ее реализовывать, да. И уже показывать хорошие, вкусные результаты на этом даже уже занерфленном громе с вакуумкой. Так. Чуть-чуть назад откаточку. Пробуем нанести урон по джиггернауту. Ну, сначала, наверное, слетизиду, которая тут подхиливает. Так, а теперь можно через тиммейта разыграть. Хорошо. 3600. И еще одну от стеночки добавочку. Почти на тысячонку ухожу. Почти выхожу на тысячонку. Уже с досрочкой на тысячонку ухожу. Не, все в порядке. Все в порядке более чем, господа. Все четко. Сплэш, конечно, по резисту ставил более маленький. Ну, хватает даже этого. Хватает даже этого, чтобы разруливать и чтобы уносить противника. 960 очков за такую катку с досрочкой. В принципе, хороший результат. Да, поначалу казалось, как будто, ну, такое себе. Ну, такое не жестко, не сочно, не аппетитно. Но потом как-то потихонечку, потихонечку, потихонечку раскрутили нашего громчика. И, в принципе, я скажу, что нерв чувствуется. Да, это факт. Возможно, есть повод поискать новые устройства на эту пушку. Ну, в целом, пойдете, пойдете, пойдете. Можно играть, можно играть. Да, занерфлен. А хотя вообще, в принципе, нет. Занерфлен очень сильно. Занерфлен очень сильно, ребяточки. Очень сильно занерфлен. Ну, там, Орех. Зачем так жестко убил, родной? Ну, зачем? Зачем? За что убил так жестко грома с вакуумкой? За что, родной? Куда так жестко затушил его? Поэтому пишите, что вы думаете по поводу вакуумки. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ваник. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok